Здравствуйте! В эфире программа о происшествиях по горячим следам. В студии Анастасия Дворецкая. В начале выпуска напомним о главном ЧП в Омске. Сегодня днем на заводе СК произошел мощный взрыв. Информация о происшествии продолжает поступать каждый час. Пока известно об 11 пострадавших. Еще два человека с термическими ожогами доставлены в БСМП. Их жизни, по словам медиков, ничего не угрожает. Погибших нет. По данным МЧС, очаг возгорания мог быть в бытовке на территории завода. Затем огонь перекинулся на цех по производству ацетона. Взрыв был такой силы, что одну из цистерн отбросила на километр. Жителям нефтяников, можно сказать, повезло. Никаких опасных веществ в воздухе, по словам сотрудников МЧС, не зафиксировано. Ветер идет в сторону от города. На месте происшествия работало более 80 единиц техники и 240 спасателей, врачей и других специалистов экстренных служб. Кроме того, сегодня же в Омской области произошел еще один пожар, на котором погибли люди. В поселке Иртышский рано утром в частном доме заживо сгорели три человека. В здании находились трое мужчин. Их тела обнаружили уже после пожара. По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание из-за неправильного использования обогревателя. В Омске вынесли приговор банде грабителей, в ночное время нападавших на женщин. Своих жертв они выискивали среди посетителей ресторанов. Когда дамы возвращались домой, грабители их преследовали до подъезда, после чего нападали и душили до потери сознания. А уже у обессиливших потерпевших забирали украшения, деньги и телефоны. Награбленное тут же продавали. Орудовали преступники в течение полугода, с июня 2012 года. За это время они успели обокрасть 13 женщин и двух мужчин на сумму свыше миллиона рублей. Подсудимые все ранее, они судимые за корыстные преступления. Возраст у них 27 лет, неработающие. Ранее они отбывали наказание, все вместе, втроем, они отбывали наказание в одной колонии. В итоге суд постановил, что главарь банды отправится за решетку на 13 лет, а два его подельника на 11 и 12 лет соответственно. Еще двое участников преступной группировки, которые обвинялись по менее тяжким статьям, проведут в колониях 3,5 и 2 года. Кроме того, помимо возмещения материального ущерба, подсудимые выплатят потерпевшим и моральный в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей. А Мич, убивший свою жену на глазах у дочери, все же отправится за решетку. В ноябре прошлого года Кировский районный суд вынес приговор Андрею Бобровскому и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на год и два месяца. Тогда признались, что убийство было по неосторожности. Однако мать погибшей женщины подала апелляцию в Омский областной суд. Вышестоящая инстанция отменила предыдущий приговор и переквалифицировала статью на умышленное убийство. Отмечу, что трагедия произошла в апреле прошлого года. Андрей Бобровский держал в руках ружье, которое якобы просто рассматривал. Внезапно оружие выстрелило и пуля попала в супругу. Все произошло на глазах у ребенка. Девочка стала единственным свидетелем случившегося. На основе анализа результатов осмотра места происшествия, проведенных экспертиз, с учетом показаний экспертов, соседей и малолетней девочки, суд апелляционной инстанции согласился со стороной обвинения и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы выставителя колонии строгого режима. В пользу матери погибшей в счет возмещения морального вреда с осужденного взыскан 1 миллион рублей. Семейный подряд. Мать и сын воровали вещи из торговых центров Омска, минуя специальные турникеты. Выяснить секрет семейки удалось благодаря камерам наблюдения. Воры приехали в магазин за очередными обновками. На записи видно, как мать осматривает вещи. Затем в ход идет главная хитрость. Обычная фольга, которой она обворачивает антикражный датчик. Сыну остается только спрятать вещи в пакет. Предметом хищения являлась куртка, которую обвиняемые поместили в полиэтиленовый пакет и, воспользовавшись тем, что за ними не наблюдали правоваться магазина, смогли вынести, минуя антикражное устройство. Задержанные ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, которые также совершали на территории различных торговых опыльцев города Омска. Женщина умудрилась попасть за решетку еще до суда. Совершила административное правонарушение. Впрочем, ей к СИЗО не привыкать. Мать семейной банды привлекалась к уголовной ответственности 16 раз. Теперь ей и сыну-подельнику грозит до 5 лет лишения свободы. На сегодня это все новости. С вами была Анастасия Дворецкая. Увидимся завтра. И помните, вы узнаете обо всех происшествиях по горячим следам.